всем привет ну вот и закончились праздники а у нас смотрите какой сумасшедший ветер просто кошмар всю ночь выл вот представляете у меня пластиковые окна и даже слышно как он вот завывал на улице был дождик небольшой как и передавала алиса солнечно сегодня наверное очень тепло будет несмотря на весь этот ветер потому что 7 8 градусов тепла тоже алиса мне сказала вот я после обеда собираюсь двух часов у меня прием к врачу также алиса говорит что еще будет дождь если дождь будет то я конечно сегодня не пойду в больницу по той причине что я вот еще думаю что там будет после выходных столько людей не хочется сидеть в очереди обычно в такие обычные дни людей там не так много туда приходит два три человека сидит и быстро проходишь а вот после праздников я туда раньше часто ходила после выходных после праздников там толпы поэтому я думаю меня то в спину ничто не гонит это у людей у кого там экстренно конечно волей-неволей надо идти а у меня то еще терпит в общем посмотрим я уже столько дел с утра переделала сегодня опять проснулась три часа и проснулась от того что вот эти завывания ветра я сразу не могла понять что это такое а потом сообразила что это ветер и сходила по физическим потребностям и представляете в темноте же хотела шла и как ударилась мизинцем об диван и сорвала кожу даже этот кровь бежала и теперь меня этот пальчик беспокоит еще я не знаю как смогу одеть ли сапог я или нет меня все не слава богу вот то одно то другое и потом я в течение часа не могла уснуть ну потому что больно было и кровь бежала пока остановилась вот и потом я не знаю ну это где-то часа в четыре начала пятого я уснула и проспала до восьми часов прям хорошо проспала так провалилась сон хорошо поспала и встала такая бодренькая и много уже дел с утра попеределала сейчас у меня на печке готовится борщ давно не было борща у меня и как бы я накануне сварила мяско для борща в планах у меня еще сделать салат мимозу и я обещала вам снять как я его буду делать вот возможно еще даже сделай пирожки с картошкой вчерашний кефир который я купила такой как будто взяли обратно лили и все пить невозможно и надо его куда-то употребить и вот я думаю что надо немножечко приготовить наверное пирожков я уже давно собираюсь с картошкой приготовить уже я не знаю сколько времени но опять же не факт это я планирую а в течение дня много в планов моих меняется так что вот такие мои дела всем хорошего дня пойду ка я готовить дальше борщ здесь вот уже закипает картошечка сейчас мы вот эту шумку уберем здесь у меня уже такая замечательная зажарочка так вот этой ложкой я не мешаю мешаю деревянной дабы не содрать поверхность вот такой замечательный у меня будет борщик свеколка опять я ложу очень мало свеклы кладу мало свеклы потому что не очень люблю вот этот привкус свекольный поэтому возможно у меня еще из-за этого светлый борщик получается но мне нравится главное же чтобы меня устраивало ай прям слюнки полный рот я еще не пила даже кофе сейчас время наверное 10 час я тут с утра уже пообщалась с мадам с одной с моей знакомой хорошей вот поэтому времени как бы время пробежало очень быстро так дорогие мои мастер-класс по приготовлению теста мне неоднократно просили чтобы я показала как я готовлю пресное тесто пресное ну это у нас так называет ну это тесто на соде а не на дрожжах такое быстрое тесто значит я вчера покупала кефир и он мне не меня не впечатлил что-то он какой-то жидкий я люблю густое он жидкий какой-то как молоко я и кисловатый я его не стала пить и решила думаю нужно сделать пышечки хотя бы чтобы хоть как-то компенсировать затраты значит смотрите моя мама все время как бы готовлю муку просеивала на стол в чашку она никогда ну или в емкость до миска чашка она не просеивала муку вот так на столе она и готовила и я тоже точно так же готовлю стол у меня чисто я его помыла с моющим с чистящим хорошо протерла и высушила полотенцем все здесь можно сказать стерильно дальше вот примерно столько я кладу соли на вот такое количество муки я думаю что здесь где-то ну грамм 600 700 муки потому что два килограмма в пакете ну видите совсем немножко здесь я грамм 600 700 я думаю я делаю на глаз поэтому я не могу сказать точно взвешивать я не хочу я обычно часто делаю все на глаз так разрыхлитель смотрим насколько здесь у нас разрыхлитель на какое количество на 1 килограмм муки значит пол пачки разрыхлителя я кладу может чуть чуть побольше многие мне спрашивают зачем вы кладете соду и разрыхлитель разрыхлитель дает тесто такое свойство что на следующий день приготовленные вами изделия точно такие же как будто вы приготовили их сегодня не черствеют очень такие вкусные значит опять же соду я кладу на глаз ну примерно вот так я возьму так как присутствует разрыхлитель я возьму вот столько соды вот дальше я беру одно яйцо разбиваю дальше я сейчас пока то что нам нужно наше тесто добавляю подсолнечное масло нерафинированное две ложки две столовых ложки на вот эту емкость дальше беру две ложки сметаны я стараюсь всегда в тесто если я делаю на кефире ряженький или еще на на подобном кисломолочных продуктах на подобных кисломолочных продуктах всегда кладу сметанку и смотрите сахар ну я тоже думаю что чайная ложка с горкой вот кладу сахар это все то что обычно я закладываю в мое тесто и первеначально первоначальная вот это все пока что перемешиваю да немножко и остальное сейчас буду добавлять кефир и руки конечно у меня чистые я не готовлю в перчатках если вы обратили внимание там тоже опять же в комментариях пишут как вы готовите с такими длинными ногтями и вообще в общем-то не у него не не понимает как я все делаю такими ногтями точно также все делаю как и тогда когда ногтей нет понимаете они мне абсолютно не мешают конечно после того как я приготовлю что-то я обязательно чищу свои ногти скажем так да пилочка есть специальная все хорошо как бы вычищается без проблем да поэтому поэтому я не вижу особой проблемы в том что готовить руками и готовить все это такими ногтями каждый же так как он считает для себя удобным так и делает мне мои ногти проблем не доставляет тесто должно быть не густое оно у нас должно быть гуще чем на оладушки ну оладушки тоже все пекут разные я например готовлю оладушки ну тесто для оладушек такое что густота у меня чуть гуще чем сметана ну вот я думаю что где-то грамм 200 уже у меня кефира пошло потому что вот эта кружка она пол литра может быть 250 вот теперь можно подпылить всю остальную муку и уже другой рукой помогать вот так вот моя мама очень любила печь это видимо мне тоже передалось все эти рецепты которые я готовлю я имею ввиду тесто я переняла конечно же у мамы она вы не представляете она всякие рулеты делала всякие печеньки нас же трое было маленьких а раньше то не особо сладостей была возможность покупать в магазине поэтому она нам пекла все время это было как бы вкусно очень все домашнее раньше когда осень наступала наступала все жители скажем так деревни да кто там получал паи в колхозе в совхозе ну вот я помню что мама там два-три мешка зерна на местную мельницу раньше были мельницы свои они отвозили и у нас всегда была своя мука это не то что сейчас неизвестно что в магазине продают что мы покупаем неизвестно что тут за мука а раньше очень хорошо все натуральное было да ну вот теперь нам нужно прям совсем немножко я не вымешивая сильно такое тесто немножко прям буквально перемена для того чтобы все наши ингредиенты перемешались да и все подпыляю руки для того чтобы вот это все у нас собрать да тесто все вот такое хорошее тесточка у нас будет то что стол вот там в некоторых местах вот прилипает тесто меня это абсолютно не пугает потому что у меня есть вот такая лопатка замечательная которую я использую и все то что прилипает я собираю так в моем случае тесто немножко такое прилипчивое должно быть то есть оно должно мягкое быть говорю же что прям такое даже плывучие можно сказать так вот 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 сейчас я последний раз оболну его и оставлю стоять оно у меня должно постоять минут 15-20 для того чтобы опять же повторюсь все это наши ингредиенты размешались растворились соединились все это вместе так последний раз я собираю все что у меня тут к этому тесту говорят зачем вы бьете тесто в стол не знаю моя мама говорила что тесто можно вот таким образом я ж не бью со страшной силой а вот почему то как бы она так делала и я тоже так делаю не знаю наверное почему потому что мясо ж почему то вот отбивают да в стол ну в общем я не знаю это мои домыслы меня как то задали этот вопрос я не знаю мама так делала я тоже так делаю и ничего с моим тестом не происходит все нормально вот конечно может быть вчера надо было все это сделать вчера было прощено воскресенье но я вчера не могла так ну вот и все сейчас я тесто под под обью да как это сказать чтобы она была у меня кругленькая да хотя это тоже не влияет но еще один раз будем его переминать прежде чем будем готовить вот все я оставляю его накрывая полотенчиком вот полотенчиком я накрыла и она у меня будет стоять минут двадцать так пока у нас тесто отстаивается я взяла зеленый лучок творог у меня творога 300 грамм и сейчас мы сделаем начинку для наших пирожков на улице у нас идет дождь алиса меня не обманула сейчас время почти 6 часов поздно конечно я готовлю но я сегодня в течение дня вязала мотивы для того чтобы создать еще один мастер-класс по вязанию мотивы и это в общем то нет не так я делаю что раз-два и все у меня в общем то занимает подготовка мастер-класса два-три дня вот лука здесь я не знаю сколько я думаю что грамм 20 не больше дальше я опять беру соль но соль совсем беру немножко вот все даже это и много я немножко даже отсыплю совсем чуть-чуть чтобы чуть-чуть соленое было дальше я вновь беру две ложки сметаны и беру одно яйцо вот вот что я делаю дальше первоначально я все это размешиваю с помощью ложки что все это соединилась до а дальше я прибегаю к следующему это такая толкушка да вот с помощью этой толкушки я толку мой мою начинку хотела сказать мой фарш мою начинку толку не не давлю сильно не стоит чтобы лук прям вообще передавливался очень такая скажем средний средний нажим вот начинка фарш наш готов все очень люблю такие пирожки давно хотела я вообще и пирожки с картошкой люблю и я хотела первоначально приготовить пирожки с картошкой но я купила творог позавчера и думаю ну что ж надо же творог приготовить потому что ну что ж он будет пропадать поэтому я в общем то склонилась к тому той начинки которая требует быстрейшего употребления скажем так 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 теперь я ставлю на на медленный огонь на самый медленный какой у меня у меня есть сковороду для того чтобы у меня уже подогревалась масло вот тем временем сейчас я уже буду помаленьку готовить наши пирожочки то есть формовать это и и просто и 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 Муку. Вот наше тесто прям уже хорошее стало. Видите, оно даже немножко липнет у меня к рукам. Но я не знаю, вот такое оно и должно быть. Если оно прилипает, я руки в муке обмокаю и делю вначале на две части. Подпыляю еще мой стол. Вот оно мягенькое такое, прям нежнейшее. Я люблю такие пирожочки делать маленькими. Хоть с ними приходится возиться, но зато приятно взял один в рот и хватит. Вот. Обмакиваю таким образом. Сколько пирожков получится. Вот кажется, ну что тут, сколько я там того тесто замесила, да? И получается все равно много пирожков. Ну, придется опять кого-то угощать. Ну, я это люблю делать. Люблю готовить, люблю угощать. Комушку, может, позову, если у нее будет время. Желательно, конечно, чтобы они были одинакового размера. Ну, как уж получилось. Я не катаю. Вот такие мягкие они у меня получаются. Видите? И я беру ложечку. И совсем немножко, вот говорю же, на один зубок. Вот так. Хватит творога. Есть люди, которые любят много начинки. Но в данном случае я больше люблю, чтобы вот он был как бы с начинкой, да? Но и в то же время вот такой маленький пирожочек. Не знаю. Ну, мне нравится. Так, опять же, я никому не навязываю свои вкусы. Я просто вам показываю, как это делаю я, да? Вы прави делать или не делать, как я. Очень вкусные будут пирожочки. Я уже прям предвкушаю, какая это будет вкуснятина. Сильно я... Видите, они у меня пухленькие. И они будут такие нежные, пышные. Хорошо лепятся. Прям, что называется. Если где-то прилипают, опять же, подсыпали немножко мукой. И здесь в этом случае мука, допустим, я не думаю, что вы прям будете засыпать мукой. Но если в этом есть необходимость, то ее нужно применять, потому что, я же говорю, что тесто такое, что оно, как бы если муку добавить, и оно не помешает. В общем, вот так вот лепятся все пирожки. Я сейчас слеплю. И получается, когда я все пирожки слеплю, первые как раз постоят, те, которые первые, самые первые слепила. И они уже будут готовы к тому, чтобы можно было их жарить. Получилось вот такое количество пирожков. Начинка у меня вся ушла. И здесь я уже вот столько масла у меня в сковороде. Один пирожочек уже положила, даже передержала, потому что долепливала. И думаю, ну сейчас быстро долеплю и покладу следующий. И получается, что немножко передержала его. Как я готовлю, вот так вот заложила, да, и перевернула, чтобы схватилось. Вот знаете, что если творог там какой-то текучий, да, есть такой, он обычно вытекает с наших пирожочков. Чтобы этого не происходило, вот я поклала, да, или положила. И вот у меня уже один готов. Какой зажаристый красивый. Сейчас чуть приключу огонь. Вот, и получается, я перевернула. И у меня уже творог не потекет, не потечет. Опять, чтобы меня грамотеи не ругали, не знаю, я такой-такой вариант буду вам говорить. А вы уж для себя определяйте, какой правильный. Ну, сейчас я вот таким образом пожарю все пирожки и вам... Одной рукой неудобно. И вам покажу, какие они будут внутри. То, что они вкуснейшие, я тут вам гарантию даю уже сразу. И вот столько пирожков у меня получилось. Давайте посмотрим. Выберем, которые побольше. И они еще даже горячие. Смотрите. Пропеченные все внутри. Абсолютно. Видите? Такой творог. Даже вот берешь... Угу. Прям такой нележненький. Вкусненький. Вы не представляете, какая это вкуснятина. Вот даже, видите, толстенькое, все пропеченное. Вот. Так что готовьте и кушайте в удовольствие. Конечно, те, которые не сидят на диете. Угостят своих гостей, к примеру. Это, поверьте, очень-очень вкусно. Ну, что? Пирожки я отчиталась, приготовила. Девочки, что по моим повезушкам? Никак не довяжу. Осталось-то всего ничего. В общем, я уже провязала. У меня уже всего десять рядов. Ну, не рядов, а рапортов вниз, да? Нужно четырнадцать. Еще четыре рапорта провязать. Я уже вот одиннадцатый начала вязать. Ну, не знаю, может, сегодня еще повяжу. Что-то как-то туговато уже в конце идет. И даже не из-за того, что мне не хочется вязать или еще что-то. Что-то у меня как-то времени не хватает просто-напросто. Значит, это то, что касательно по моей туники бель этой. Березовой, скажем так. Белую я пока не вяжу. Мне подписчица вчера, что ли, написала, говорит, «Вы не думали о том, чтобы связать кайму?» На этой бель я однозначно не буду кайму вязать. Это будет у меня на повседневку, поэтому она будет без каймы. И в Хейверде, ну, я что-то как-то не представляю, чтобы Хейверд был с каймой. А вот в той, в белой, я подумаю, может быть, я свяжу и какую-то кайму. У меня когда-то проскакивала такая мысль. Потом я ее отогнала. Теперь она опять ко мне вернулась. Ну, не знаю, вы же знаете, что творческий человек имеет свойство менять свое мнение, и неизвестно, что у него будет в самом конце. То есть результат может удивить. Значит, по пуловеру, который я вяжу для дочери, я вывязала спинку на ширину рукава, да? И по переду перекинула спицы, но вязать еще не вязала. Вот, планирую сегодня вечером немножко повязать. Ну, не знаю, насколько меня хватит. Чем же я сегодня вообще занималась? А занималась я следующим. Я готовлю опять мастер-класс по вязанию мотивов. И я вывязывала вот такие мотивы. Это мельница, да, мотив? И я, как всегда, тестирую на разных пряжах. Видите? Сейчас еще одну принесу. Ну, вот. В общем, я готовлю мастер-класс. И вот, разная пряжа. И по-разному смотрится этот узор. Недавно все вяжу надежда. Выставила у себя на канале платье. Но там шестиугольные мотивы. А это квадраты. Видите? Квадратики. Такие симпатичненькие. Прям мне очень нравится. Из дивы, конечно, нужно отпарить. И тоже будет красиво смотреться. Но больше всего лично мне нравится белый. Хотя голубой тоже симпатичный. В общем, я еще не определилась, что мне больше нравится. Ну, вот эти вязушки сейчас у меня в работе. Звездный свой джемпер пока не прикасаясь. Потому что хочу довязать тунику. Хочу связать дочери пуловер. Но что-то у меня прям совсем времени не хватает. Прям хоть бы раздвинули рамки дня, что ли. Не знаю по какой причине. Мне не хватает этого времени. Розочки начали портиться. Ой, красивые какие. Просто сказочные. И этот цветочек, видите, повыпустил. Еще цветочки. Красавчики. На этой ноте цветочной. Я заканчиваю свое видео. И я прощаюсь с вами совсем ненадолго. До новых встреч. До новых видео. С вами была Ирина. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.